Привет, друзья! В этом видео хочу подробнее рассказать вам о технике палм-мьютинг. В переводе с английского это означает глушение ладонью, а если быть точнее, то ребром ладони. Данный прием является основополагающим в игре на электрогитаре, что собственно и отличает игру на электрогитаре от классической. Эту технику можно использовать как на чистом звуке, так и на перегрузе с любым количеством гейна. Прикасаясь ладонью, мы получаем звук, похожий на прием пицциката на скрипке, особенно если добавим медиаторные атаки. С точки зрения артикуляции мы получаем стаккату, то есть короткие ноты. Поэтому играя фразы с приемом палм-мьютинг, ваша игра будет восприниматься как более ритмичная. Теперь немного о технике. Слегка коснитесь ребром ладони в месте, где заканчивается струна. Начните отработку приема с максимально близкого к бриджу положения руки. Если мы включим перегруз, то услышим довольно долгий сустейн на пауэр-аккорде. Сдвинув ладонь на несколько миллиметров, аккорд зазвучит короче. Подвинув ладонь еще немного, в звуке начнет появляться хруст. Правда он получится лучше, если вы немного усилите атаку. Послушайте. На такой стадии можно даже немного надавить на струны ребром ладони. Как видите, рука немного перемещается по струне, что дает нам разные варианты звучания приема. Это расстояние вам необходимо прочувствовать самостоятельно. И помните, что надавливание на струны нужно делать аккуратно и в определенных ситуациях. А по умолчанию ребро легко касается струн. Чтобы существенно расширить палитру звучания, отрабатывайте этот прием и на первых струнах. Невзирая на трудности с ручками громкости, с бриджем, рычагом и так далее. Ваша игра станет действительно интереснее, если вы освоите этот прием и будете применять его не только при игре рифов. С вами был Санчес. Специально для PedalZoo. КОНЕЦ